Их запретили в 2010 году и ликвидировали из дворов, из остановок. Однако по факту уличная торговля продолжает развиваться. Только на площади театральной мы насчитали 8 киосков. Специализация разная – от прессы и цветов до продуктов питания. Сейчас в Госдуму внесли законопроект, который полностью их узаконит. Мнение рязанцев разделилось. Одни рады возвращению ларьков, другие против. Привычка уже в магазинах. Пришли, купили все, что нам надо. Уже глазом видим, руками потрогали, все собрали. Так что, ну может быть, кому-то это и нравится, чтобы вернулись. Положительно относимся, все хорошо. Пускай ставят. Детцы пользовались, но мне кажется, они бессмысленно их поджигают, начинают как-то вандализм какой-то. И страдают люди, прохожие. Так что, как бы, мне не нравится эта идея, но это уже от меня не зависит. Стоит отметить, что в 2010 году сносили именно незаконные палатки. Также разработали ряд требований. Среди них ширина тротуара не менее трех метров, удаленность от магазинов и рынков. Кларки не должны мешать прохожим. В 2014 году запретили продавать в них сигареты. Западные страны, они, в принципе, да, очень сильно ориентированы на уличную торговлю. Особенно, взять, Китай, там, азиатские страны вообще. И питание у них, уличная торговля распространена очень сильно. Я думаю, что на них ориентироваться не надо. У нас есть Россия, мы должны приравниться к своему уровню. И все равно эстетика, санитарные условия, правильная подача, цены. Сейчас открыть новую точку сложно, но можно. Согласно процедуре, для этого необходимо получить разрешение администрации и земельный участок в аренду. Согласовать с отделом архитектуры и градостроительства макет постройки. То есть, внешний вид ларьков устраивает городские власти. С этим не согласен архитектор Александр Синицын. Пройтись по какой-то улице, записать списочек, количество вывесок, что на них написано, какого они цвета. И потом просто сидеть, посидеть в спокойной обстановке, разобрать, что же это такое вообще. Начинаешь понимать, что мы вот этого визуального мусора в жизни своей видим постоянно очень много. Когда идем на работу, с работы и так далее, погулять просто. И вот эти ларьки, они, по-моему, только хуже все сделают. Для решения этой проблемы в Москве еще в 2014 году разработали единый стиль оформления для всех ларьков и павильонов. Жестко регламентирована и площадь торговых точек. В Рязани такой практики до сих пор нет. Первыми попытками стали киоски на улице Почтовой и в лесопарке. Там они открылись вместе с новогодней деревней. Однако это пока скорее исключение для Рязани, чем правило. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».